Здарова всем! Сегодня поговорим о выборе бампера на айфон. У меня вот такой вот черный бампер и вообще про чехлы хочу сказать пару слов. Потому что у меня их было достаточно много. Я пришел именно вот к этому и это мой идеал. Уже полгода, наверное, пользуюсь. Но обо всем по порядку. Дело в том, что мне сначала... Я заказал такое, мне прислали вот такой вот. Плюс они еще бывают совершенно разными. Чуть-чуть по дизайну у меня вот такой вот. Но бывают немного различные, у которых кнопка по-разному нажимается. Есть бампера, у которых кнопка вообще выполнена с отдельным элементом. Есть полностью такие типа резиновые, есть более тонкие, более толстые. В общем, я некоторое время ходил вот с такими вот чехлами, но потом понял, что это не слишком удобно. Во-первых, они не очень такие. Вот если телефон свалится, они сразу трескаются. Во-вторых, они не способствуют удержанию. Они матовые, шершавые, но, к сожалению, когда вот так вот держишь аппарат, он может легко выскочить, потому что пальцы ни за что не цепляются. Если же таскать бампер, у вас, во-первых, сохраняется эстетика, то есть все симпатично. Задняя крышка вот так вот выглядит. Конечно, она может поцарапаться, но это не важно. И вы держите телефон вот так вот. Он у вас никуда не выпадет. У вас пальцы цепляются за бампер. Это офигенно. И я только так буду носить. И больше никак я понял, что это самый грамотный вариант. Плюс по самому, так сказать, бамперу. Какой он должен быть? Значит, полгода назад я снял распаковку бампера. Надеюсь, что у меня будет вот этот в посылке, но приехал вот этот. В принципе, он тоже приемлемый, но совершенно дизайн стрёмный. Выглядит ужасно. Вот этот намного симпатичнее. Намного красивее. Совершенно не страдает телефон в эстетическом плане. Но они тоже бывают разные. Я заказывал у разных продавцов на Алиэкспресс. Стоили они примерно одинаково, но они разные. На одном кнопка лучше нажималась, на другом хуже. По-другому вот эта вот выполнена область. В принципе, наверное, давайте обо всем по порядку. То есть расскажу, как это все было в процессе, потому что я это все подснимал. Ну, достаточно подробно все это будет. Но зато хочу закрыть вот эту вот тему с бамперами просто раз и навсегда. Естественно, для телефонов со стеклянной задней крышкой, каких-то таких очень царапающихся. Для людей, которые ведут такой образ жизни, когда телефон сильно царапается, бампер не подойдет. Но для меня это супер тема. И именно вот эта вот моделька. Ну, поехали по порядку. Как он ко мне добрался и сравнение с другими похожими. Это у нас бампер для айфона 5s. Причем не совсем тот, какой я ожидал. Надевается, в принципе, легко. Кнопки все работают. Эта кнопка работает. Все разъемы в доступе не болтаются. Кнопки, естественно, болтаются. Вот такой вот бампер. Чем хорош бампер, то что он вот здесь создает рельеф и сложно телефон выронить. Вы его вот так вот берете. Это не просто чехол с плоской задней крышкой, а вот здесь вот с рельефом. То есть сложнее телефон выронить, и он лучше сидит в руке. А у продавца этот лот выглядел вот так вот. То есть, вот, например, видите, full black чехол. У нас он прозрачный. Поэтому я продавцу написал, типа, это не так, как у тебя на картинке полностью черный чехол. Это черный, с прозрачным, transparent по-английски. Вот, посмотрим, что он напишет в ответ. Еще раз здравствуйте. Доехал мне, наконец-то, бампер на iPhone. Правильный. То есть, мне сначала продавец отправил не тот бампер, не того дизайна, а вот отправил правильный. Только через некоторое время. Ну, спасибо. Спасибо, продавцу, что все-таки отправил правильный. Хотя и этот не совсем правильный. Но вот такой вот. Я ссылку оставлю на лот в описании. Вы зайдите и посмотрите. А этот бампер неплох. У меня такой сейчас стоит, и я им, в принципе, пользуюсь. То есть, он хорошо подходит на вид. То есть, вот здесь вот блестящая поверхность, что хорошо сочетается с этой блестящей поверхностью. А здесь вот матовая, и не такая скользящая. Единственный косяк вот этих вот чехлов, то, что у них кнопки туго нажимаются. То есть, это часть чехла, и кнопочки туговаты. То есть, если на чехле с внешними кнопками... Ну, сейчас покажу, что я имею в виду. На чехле с внешними кнопками вы нажимаете вот здесь вот, на эту кнопочку. То она имеет чёткий отклик. Вот здесь вот она такого чёткого отклика не имеет. Она тугая. Неприятно пользоваться. Ну, вот такой вот у меня опыт. Но использую я вот этот чехол, а не этот. Удивительно, ну вот я сейчас надел этот чехол, и у него кнопка нажимается с мягким щелчком. То есть, они на первый взгляд были похожи. Я такой подумал, о, так это такой же чехол. И сейчас сказал, нет, кнопка не очень. Это вот на этом кнопка не очень. А вот на этом, который, в принципе, по виду аналогичный, но на самом деле нет. То есть, смотрите. На этом этот разъём выглядит так, а на этом вот так. То есть, вот тут разница есть. И кнопка нажимается чётко, со щелчком. То есть, я себе однозначно вот это вставляю на телефончике. Это другу отдам, у которого вообще нет никакого чехла. Никакого бампера. Так что, блин, это... Прям вот, они почти идентичны, но... Прям разница такая. По нажатиям прям колоссальная. Вот. Так что, имейте в виду. В принципе, поэтому я доволен то, что продавец выслал на замену этот чехол. Я им доволен. Я его буду использовать. Ну и далее, значит, минус этого чехла. Очень легко делается вот так. То есть, мы его берём вот так вот. Чувствуем, насколько он такой слабый. То есть, более жёсткий чехол. Вот такой вот. Из более жёсткого пластика. Пусть он скользит лучше. Так уж он сделан. Но зато у него нету вот такой вот небольшой, какой-то слишком излишней расхлябанности. 10 и... 6 десяток. Ну, конечно, он меньше, да. Естественно, 9 с небольшим. Да. Этот он толще. Он здесь сильнее выпирает. Посмотрите. Ну, тут нужно как-то самому решить, какой брать чехол. Наверное, я бы взял вот этот. Из более качественной резины. И без прозрачных вставок, чем этот. Ну, что ж, в качестве вывода. Штука эта выносливая. Я её снимал, одевал раз, наверное, 10-15. Снимается, одевается она так. Я оттягиваю с нижнего края. И вот отщёлкиваю один бачок. Просто ногтями подцепляю вот за это место. И оттягиваю второй. Но. Я это несколько раз делал. Там протирал всё. И, во-первых, приятно попользоваться телефончиком без этого бампера. И неделю назад... Я почему снимаю это видео? Потому что обнаружил такой момент, что на неделю назад я заметил, что... Во-первых, я телефоном достаточно жёстко пользуюсь. Иногда там сюда насыпается песок, грязь и всё такое. Неделю назад я заметил, что у меня туда попала грязь. Я решил её достать. И очень удивился, когда увидел у себя сбоку телефон вот это. То есть этот телефон был как новенький. Но вот где-то месяц назад, видимо, не знаю, после охоты и какого-то похода у меня случилось вот это. Сюда попал песок. И это мне испортило грани телефона. Так что имейте в виду, сюда может туда вот попасть песок. И несмотря на то, что этот бампер у вас поцарапается. Я был действительно очень-очень недоволен. Очень-очень, так сказать, зол. Ну и это, в принципе, как этого избежать? Наверное, никак. Надо просто принять. Но вот случилось то, что я снял бампер и увидел, что у меня покоцаны вот эти грани. Как это произошло? Вот сюда набился песок. Потом вы пользуетесь телефоном. Вы его вот так вот в руке сжимаете. Эти крупинки, они продавливают алюминий. И его покрытие сцарапают. То есть имейте это в виду. Если у вас телефон упал в песок, нужно снять бампер, вычистить все оттуда. Даже можно влажным чем-то. И снова бампер одеть, просушив. Вот так. Такие вот дела. Наверное, это все, чем хотел поделиться. Буду продолжать пользоваться этим бампером. Жаль, что он не защитил от песка. Он прочный. Телефон у меня падал несколько раз. И потому что этот бампер немножко выпирает, он всегда падал так или вот так. И ничего у меня не разбилось. Но это достаточно прочный телефон с большими рамками. Все, в принципе, чем хотел поделиться. Ссылочки и дополнительная информация в описании. Пока-пока. Увидимся на канале. Такой вот наборчик у меня здесь получился. Ну вот, насчет этого бампера могу, конечно, сказать, что это просто жесть. Китайский при китайском. Он прямо пахнет Китаем. Все, бай-бай. Увидимся.